и не именно яркое высветление части нашего овала и плавненько 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 затушевываем ну и самая простая растушевочка с помощью подушечки пальчика чтобы этот край плавно исчез то есть у вас самое максимально светлая вот здесь вот а теперь густой прям густой густой белой краской с противоположной стороны я вам предлагаю сделать такой яркий яркий мазок по дуге вашего овала то есть если вот вовал так закругляется то и мазок у меня вот также закругляется по этой дуге чем можно сделать чтобы он вас прям такой резкий и был можно даже где-то фрагментиками таким маленькими случайными нежданчиками где-нибудь так слегка слегка белой краской испачкать еще в каких-нибудь местах так чуть-чуть легонечко но самый яркий беленький вот вот с этой стороны с противоположной у вас получается такая блестяшка какой-то блестящий элемент на этих элементах ребят как на отдельных фрагментах можно построить целый расписные капельки росы там на каких-то наших стучках тоже я вам идеи подбрасываю в эти идеи вооружаетесь вот есть украшательства этого момента они очень простые как раз связаны с белой краской густоты сливок тоже средней жирности где-нибудь в основном средняя жирность у нас с вами мы сегодня будет использоваться изредка жидкая вот одно из украшатель заключается в следующем вот этой вот белой красочкой самый-самый кончик вот здесь вот по самому-самому краю можно немножко 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 прокрасить так слегка 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 вот прям так половинку все всего нашего этого вальчика вот так вот слегка слегка его забликовать как бы краевой блик можно его обозвать это место вот он будет у вас еще немножко такой более яркий ну и конечно если потом его разместить на чем-то темненьком то будет он конечно очень такой интенсивный сейчас я его перемещу например вот сюда вот на темный фон вот такая вот блестяшечка освещается получается вот отсюда во если так от моей лампы то это вот так такой вот маленький элемент пригодится я думаю можно сделать такую имитацию камушков таких вот самоцветиков тоже под чем-нибудь под где-нибудь сделать их разного цвета разной формы разных вот таких вот элементов овалой в массе это конечно работает здорово ребят но на всякий случай комментарий к этой идее если будете делать это группой не один такой вот элемента сразу целую группу я вам очень рекомендую чтобы у них у всех вот эти вот меточки бликов были с одной стороны у каждого какой бы формы не были там стержневые там будут какие-то вас турмалиновые какие-то там палочки либо еще там что-нибудь какие-то такие полу драгоценности вот у всех блик с одного места тогда когда вы будете располагать в одном месте желательно еще так развернуть чтобы источник света который там присутствует вот попадал как раз вот на место этого блика тогда вам удастся сделать эту иллюзию еще интереснее оптический эффект будет такой неожиданный то есть настольная лампа например или свечка какая-то она и отражается вот у вас на этом всем вот такая землянка идея надеюсь пригодится вот это место можно сделать более ярким в принципе вот но самое яркое место должна быть вот это вот блестка вот такой вот нас самоцвет будет один самоцветик если у кого-то не фрагменты ребят какие-то вот фрагментики вот такие вот обрезочки на них как раз уже можно построить уже граненые элементы как бы такие призматического характера но я их попозже немножко к ним вернусь если у вас их нету то может быть так потихонечку каких-то микропаузах в каких-то нюансах можно из картонок ребят даже тоненьких пока хотя бы чтобы законспектировать хотя бы один такой камушек вырезать бумажку такую картонную и любым цветом темненьким загрунтуете там зеленым синим фиолетовым хоть коричневым чтобы у вас конспектик остался а потом вы его могли использовать ну а мы пойдемте дальше я вас попрошу сейчас взять какой-нибудь элемент круговой овальной который явно холодный у меня всего два осталось вот два холодных элемента вот 1 холодный 2 холодный один фиолетовый другой синий вот что-то подобное ребят голубое синяя фиолетовая вот такие нам что будут нужны какой-то один из них вот этот элемент росписи который я вам хотел показать будет как раз связан с построением должна носить вот этот возьму овальный фиолетовая на фиолетом еще не пробовал такое делать вот мы такие элементы надо делали тоже может быть даже какие-то вспомниться вам ну здесь сейчас сделаем небольшую композицию вся будет построена на жидкой белой краски ребят можно сразу сделать такую жиденькую белую краску себе сливки жидкие эти процентные сливки жиденько 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 это все наводим можно же под молоко ребята одну порцию сделать небольшую беленькую краски что прям молочная была на них можно сделать как раз на молоке эскиз а потом будем его уплотнять сразу как будто я предлагаю вам сделать себе основа это будет основа например в пространстве этого овала будет основа вот это место с этой основы вверх поднимаем насколько будет получится перпендикулярно и тоненько несколько хвостиков будущих елей вечно зеленых как бы но они нас будут снежные поэтому здесь будет совсем другая ситуация где-то если у кого-то тонкопись уже так немножко ее поймали можно даже приподнять какие-то кустарнички тонкие например ребят но если опять-таки вы если вы уже словили тонко тонкописные вот эти прописи если тонкопись пока вам не дается вот это не надо делать поставьте хотя бы просто вот несколько таких вот стерженьков будущих елок одно из них можно повыше две другие какие-то разные и теперь жидкой красочкой я предлагаю отступив немножко от макушки легкими штрижками разбросаете лапы наших будущих елей бледно-белой краской к низу все больше и больше делать мазочки чтобы они были все плотнее 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 все мощнее мощнее ну по размерам тоже чтобы они были все больше 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 вот если что это можно повторить несколько раз лапки могут быть ну легкой дугой как смайлик лапки могут быть немножко к верху к низу параллельно земле в принципе такие тоже елки бывают если елки то хвойные вот и вот таких несколько несколько объектов я вам предлагаю сейчас выстроить пока это все еще раз повторюсь на практически молочные белые краски если сливки то жирность 5 процентов а то и меньше очень молоко особенность такой краски молочные ребят в том что когда она высыхает она практически исчезает почти что ну конечно видно будет что то то что мы сейчас делаем не на сто процентов исчезнет но процентов на 25 точно это будет бледнеть с каждым как бы с каждой минуткой высыхания она все будет бледней 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 вот вот и пусть бледнее становится пока она бледнеет чуть ниже я предлагаю сделать еще одну основу чуть поодаль от этой вашей основной это будет еще одна основа вот на которой можно сделать либо маленькими точками можно даже чуть более густой белой краской маленькие холмики то ли кустарников каких-то то ли каких-то может быть травы муравы укрытые снегами там как раз где хранятся семечки на следующую весну где корешки спят и ждут вода весна начнет проталенными открывать их солнцу вот и вот маленькими маленькими выступивающими такими движениями кончика вашей кисточки я вам предлагаю сделать такие группки белоснежная здесь можно в принципе чуть погуще использовать красочку вот сам внизу нашего вала можно более густой белой краской еще сделать под легким углом под легким наклоном еще одну такую белую основу прям уже до самого конца теперь уже и заполнить вот будут такие вот именно три холма 1 холмик 2 холмик 3 холмик с елками вот на этом холмике тоже можно сделать попробовать если получится ребят какие-то может быть микро тонкие элементы какие-то маленькие травинки покрытые шубкой и не если получится если будет сложновато что можно сделать в этом случае можно в принципе если найдется зубочистка или бамбуковая палочка можно зубочистки бамбуковой палочки своем острием способны делать микро тонкие линии особенно если у вас здесь густой валик белой краски сейчас я делаю густой белый валик вот погуще немножко и кидаю сюда здесь можно и теперь вот этим острием осторожненько так нацарапываю нацарапаю вот эти вот травы муравы покрытые инием даже очень интересно интереснее получи даже чем кисточкой кстати вот это будет совсем наш ближний план прямо колонас а тот элемент уже чуть подальше а те елки совсем далеко но тем елкам мы сейчас еще дадим немножко внимание вот я предлагаю как раз вот тем елкам нашим чуть более густой белой краской с какой-то одной стороны с какой-то именно одной сделать мазочки беленькие вот тех снеговин который на них находится поярче не со всех сторон ребят только с одной стороны такое сделать либо справа либо слева чтобы у вас была как раз такая ситуация что откуда они сбоку освещены ваши ели может быть там луна где-то находится может там афара автомобиля все может быть может там просто лампы какого-то парка но именно с одной стороны такие более яркие мазочки можно их точками формировать будет другая структура снеговин можно легкими черточками вот такой сюжетик у нас будет с вами расписной только на одной белой краске и ее градациях вот ребят ну это тоже все подготовка была а следующий шаг который бы я вам хотел показать я пока про него расскажу вы пока доделывать то что вы делаете я пока расскажу это использование солей который мы можем найти в нашем доме для того чтобы делать всевозможные имитации и не всевозможные имитации как раз вот какого-то такого снежного покрова на каких-то наших элементах и чаще всего эти соли у нас белые минус этих вариантов только в том что сохнуть будет немножко долго скажем так не два часа возможно даже три часа будет то все сохнуть но она все равно высохнет и будет уже тогда твердая пока это не высохнет в течение двух-трех часов то в общем то это лучше даже не трогать хотя соблазн будет сумасшедший очень захочется прям пошевелить потрогать подержать поэтому здесь уже держите себя в руках технология очень простая наверняка многие из вас ее знали детские годы может быть делали что-то подобное либо своим внукам детям создавали такие короны в том числе когда на клей мы посыпали например биты игрушки новогодние может помните были такие штучки вот вот это сейчас мы с вами сделаем солью вот то что я сейчас покажу как раз солью но самый интересный вариант на мой взгляд даже вот для такого сюжета это именно формирование рамки именно рамка как создается с помощью этого дела вот для этого нам понадобится какой-то листочек бумаги буквально там а шестого формата это а четвертый пополам и еще раз пополам который надо будет согнуть опять-таки еще разучи пополам чтобы образовался желобок здесь будет находиться сыпучие вещество вот соли соды разного помола разной фракции они по-разному играют вот это вот будет как бы такая ванночка скажем так для для соли первый момент второй момент нужен будет сам непосредственно клей пва лучше всего себя зарекомендовал у него хорошее сцепление и хорошая стабилизация соли от окисления и превращение соли в разные производные там элементы чтобы у вас это все-таки соль сохранялась подольше и даже крепко держалась как элемент уже внешне ребят визуально сейчас я вам покажу вот это построено на соде это вот сода то есть рамочка сюжетика а только вот так вот это будет вот рамка сюжетика полностью в соде но вот этот краешек он весь был промазан жирненько промазан с помощью как раз вот этого клей пва и потом присыпан обильно опять таки причем так обильно что это прям будет макаться вот прям целиком в пва вот сейчас я вам этот эффект и покажу этот сюжетик пока тут оставлю вот все клей пва есть вот ну и смотрите ребят клей пва лучше конечно либо в какую-то крышечку налить может быть даже из-под бутылки пластиковой крышечку взять чтобы он у вас был там обилен по густоте лучше чтобы он был у вас йогуртовой фракция это было бы идеально вот именно такая вот йогуртовая густотность клея была бы идеально вот сейчас я себе ложечку начерпаю вот ну вот у меня клей пва здесь очень похож на клейстер он немножко не отстоялся такой чуть-чуть именно прозрачная поливенил акцетатная эмульсия сверху и например как один из вариантов ребят если пользоваться палитрой то можно вот эту картиночку по краешку и прокатить по этому клею практически образуется хороший валик с хорошей густостью вот аккуратненько сейчас заряжаю полностью весь край клей не высохнет в разы поэтому здесь не надо спешить и быстро там скорее 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 о ее и высыхает нет ничего подобного ребята у вас есть довольно большая фора вот сейчас не образовался валик с помощью плоской палитры из-под крышечки довольно аккуратно можно окрашивать вот эти рамки своеобразные а дальше используя вот эту вот мою ванночку так называемую я назвал вот я в эту ванночку закидываю где-то наверно тоже около может быть чайной ложки полутора соды вот я и сейчас в луночку скидываю и теперь аккуратненько промакиваю всю мою работу прям втыкаясь немножечко вот в эту всю конструкцию слегка 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 ребром то есть клей пва начинает взаимодействовать с содой сода проникает клей пва сама сода по себе довольно так обеленькая вот здесь и лучше не жалеть вот первая такая вот готова структурка а потом аккуратненько и простуков 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 даже немножко можно и скинуть вот это вот как бы такая начальная фаза ребят можно еще даже присыпать немножко сверху чуть-чуть и ненадолго оставить дальше чем валик вашего пва взаимодействия сода никакой не будет и вы даже потом сухой кисточкой можете потом обмести но выждать надо аккуратненько и как говорится не спешить не спешить быстрее скорее 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 как говорится то получить готовый вариант вот здесь как бы лучше подождать это такой немножко краевой элемент формирования рамки нашего какого-то объекта любого абсолютно элемента вот чем это интересно вот а можно сделать еще интереснее другие вещи и вот тут как раз вот я сейчас еще вам кое-что покажу ребят на вот этом овальчике тоже очень красиво может кого-то это тоже вдохновит и как идейка появятся новые дополнительные элементы можно по трафарету либо уже нарисовавшись по трафарету ребят как говорится попробовать себя уже в деле без трафарет на каких-то элементов сейчас немножко прицелюсь так поинтереснее чтобы и повыкруживать клеем пва какие-то элементы орнаментов узоров клей пва не жалеть лучше использовать чтобы каждый ваш мазочек клей пва был такой прям несистый где-то может даже будет управлять мясистостью чуть больше нажим потом в тоненький нажим переходить чтобы прям такие вот прям валики образовывались каких-то элементов ваших прописей тоже разновидность росписи ребят которые до сих пор в разном виде используют в игрушках оформления стеклянных шаров только вместо соли нередко используют либо пудру стекла разбитого либо жидкое стекло порошок клеевой такой массы силик либо силикатные формы мраморный песок широко сейчас используется тоже ну допустим вот такая будет у меня структура вот она такая себя переливается дмитрий прости пожалуйста это ты чем мажешь тонкой кисточкой а даже смотрите ребят немножко внизу например я брошу только соду это внизу сода чуть повыше у меня тут есть соль грубого помола вот чуть повыше я брошу соль грубого помола вот чуть повыше еще я брошу соль например морскую чуть-чуть она еще более крупненькая конечно морская соль потом она будет как бы фрагментами такими находиться то есть везде фракция разная сода самая мелкая из из этой ипостаси вот кстати то что вы будете сыпать с этих штучек можно использовать впоследствии но например там почистить что-нибудь ребята очень хорошая будет смесь для чистки металлической посуды и эмалевой то есть не обязательно выбрасывать вот и теперь смотрите я немножечко потрясу 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 что там все уложилось переворачиваю теперь вверх тормашками и сбрасываю немножко слегка слегка вот у меня остается вот такая вот такой вот орнамент крупные элементы у меня остались вверху маленькие элементы более четкие с содой дают хорошие веточки как раз тоже вот имейте ввиду то есть можно управлять процессом вот этого заполнения всей нашей конструкции из-за разной фракции в разных местах и с точки зрения того же снежного покрова ребят используя три фракции разного размера но гораздо богаче можно передать вот эту сказку зимы которые на мгновение можно заморозить в наших работах понятно что это конечно будет чувствительно к сильному нажиму конечно положив друг на дружку или что-то тяжелое сверху конечно вы половину можете даже смести потом даже когда на высохнет она довольно такая хрупенькая но находясь спокойно где-то они уже хорошо держатся они не будут усыпаться если им не мешать вот в этом плане идейка я думаю вам это позволит очень многие сделать интересные вещи как с игрушками пластмассовыми с игрушками стеклянными вот везде это можно обыграть ребят и клей пва он в этом плане немножко резиновый чуть-чуть можно его так назвать как он резинообразие но пластичен если так точнее вот у меня какая-то игрушка такая позапрошлогодняя нашлась вот тоже можно обновить какие-то наши игрушки либо черточками либо точками просто точки пва разбросать даже просто точки даже просто не кисточкой а палочкой это можно сделать и даже просто посыпав содой и высушив высушив эту игрушку у вас будет как бы второе рождение игрушки может подновить независимо от того из чего она там у вас есть и стекла ли она вас там или еще с чего-то ой соскочила вот внутри будет такая уже еще дополнительный такой антураж нашей игрушки как бы с инеем либо со снегом либо как-то еще там обыграется вас нечаянно я думаю тоже идейка богатая не скажу что она новая но вот в небольшом таком легком новом может быть варианте но как раз вот если варьировать крупным полу молдом помолом мелким помолом и морской солью конечно очень удивительный можно делать вещи хотят для мелкой росписи ребят если кого-то будет интересовать именно мелкая какая то вариация то мелкие вещи к сожалению только сода если кому-то вот именно захочется сложный какой-то орнамент узор какую-то там снежиночку там и всякое такое вот максимально тоненькая тут только сода делают красивые элементы ей проще гораздо это все создавать потому что соль она чтобы закрепиться требует крупного довольно такого мазочка толстенького и она рыхло заполняет что-то на что вы потом бросаете поэтому роспись тонких элементов я рекомендую делать может быть даже более острым предметом чем кисточка можно даже палочкой наносить этот клей вот а потом уже присыпать содой тогда все элементы будут очень такие интересные вот и в принципе можно красиво обыгрывать многие многие нюансы вот такой вот элемент росписи я думаю вы тоже потихоньку к нему адаптируйтесь и сможете сделать с ним что-нибудь такое интересненькое вот и у вас уже будут интересные элементы которые можно будет построить на вот таких прописях прописях вот и заключительная сегодняшнюю нашу такую темку я хотел еще вам показать вот на этих маленьких кристалликах тоже как идея дополнительная порасписывать эти драгоценности несколькими вариантами вот вы пока доделаете то что вы сейчас доделываете у кого есть возможность ребят я пока приготовлю территорию немножко уберу лишнее зачищу стол вот акриловые краски очень удобно в этом плане конечно ребята не высыхая образуют хорошую пленочку которая потом довольно стойкая кислотам и не аллергенная абсолютно в отличие от некоторых других красочек и самое удобное то что вы можете сразу и быстро увидеть результат не боясь что потом влажными руками коснувшись и у вас это все поползет вот если кто-то акрилом будет первый раз пользоваться вот он где-то даже немножко поздравляю вас с таким знакомством с этой красочкой его конечно отдельный минус но он же и плюс то что высыхая он образует пленку не смывая мую ну как она смывается конечно но уже с картины тоже рисково с рук конечно это надо что-то там постирать либо просто в душ сходить она она отходит эта пленочка но например вот на кисточке если это замерзнет я обычно этот процесс называю замораживание кисточки навечно вот как в той сказке кто посоха моего коснется вот тот никогда не проснется нету ну как есть растворители акриловые но они слава богу их в домашнем обиходе практически нет ни у кого кроме тех кто занимается маникюром по акрилу но тот растворитель очень ядовит и вообще-то даже и насколько я слышал не везде можно пользоваться если вытяжка слабая то это очень опасно даже ацетон слабенький так себе чем вот тот растворитель а сам акрил по себе абсолютно нейтрален акриловая краска единственная краска которую разрешают использовать для сверхчувствительных деток к веществам разным кстати ребят ну как тоже маленькая идея я не знаю получится ли это результате реализовать на не получится сейчас я по сторонам погляжу 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 фонарик я свой не найду в общем вот это вот штучка если сбоку освещать именно боковой свет давать ей на импульс на это в принципе будет очень яркий яркий свет сейчас я попробую маленькую ленточку дотянуть 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 не не получается чуть-чуть очень красивый конечно эффект можно обыграть а вот свет конечно здесь особенно морской соли вот именно морская сторона конечно вот эти кристаллики когда начинают играть это очень красиво начинают отдельные такие мерцания кристалликов ну наверняка пользовались таким способом советские годы когда целую веточку опускали в соляной раствор один раз опускали второй раз опускали третий раз опускали в 25 раз и веточка становилась покрытая как бы и не им вот здесь тоже где-то отголосок этого приема итак ребят камушки маленький простой очень милый элемент подарка очень милый такой красивый сюжетик не обязывающий с одной стороны ни к чему с другой стороны любовь и благодарность них можно послать концентрирование самые разные вариации здесь можно сделать росписи но я начну с простых а потом будем усложнять чуть-чуть вот буквально так немножечко сделаю усложнений простые росписи ребят это ну конечно же точечная роспись роспись точками идеальный для этой росписи любые палочки бамбуковые палочки шашлычные зубочистки палочки наших тонких кистей вот вот с этой стороны которые вот кисточка кисточка а вот с другой стороны вот это стриё палочки тоже хорошо подходит чем хороша бамбуковая палочка шашлычная у нее с одной стороны стрию с другой стороны круглая ну такая круглая пяточка это очень удобно для формирования разных эффектов краски единственного требования краскам в росписи точечном конечно очень высокие это по густоте ребят густота должна быть ну где-то так скажем вот в этом тюбике мне идеальная густота в карминовом оказалось а белая краска очень густая сейчас погуляю немножко вот этим карминовым цветом ну точечные элементы ребят они точечные и есть единственное только что темными красками если делать точки то конечно они у нас будут но немножко теряться просто будут немножечко теряться но вы можете этими точками сделать как бы фон для будущих элементов той же точечной росписи вот точечная роспись пришла к нам в общем-то из далекой страны точнее континента австралийский там эта часть народной культуры вот как у нас с вами всякие там разные подносы расписные вот там также есть одна разновидность росписей точечной которую у нас даже поставили на поток даже и специальные инструментики такие как вот своеобразные контура превращенные в разноцветные которыми можно делать точки очень сложные некоторые виды гелевых ручек позволяют делать тоже сложные точки вот ребята сейчас это iphone сделал точечками ну я вам один шарик покажу вот это тоже разновидность этих элементов ребят вот точка в точке можно таким вот образом пойти гулять вот и сформировать самые разные розетки здесь больше конечно на белой красочки а потом в эту белую красочку что-нибудь еще закидают это тоже все прототипы некоторых намеков ну скажем так по мотивам австралийских элементов вот такие вот шарики вот и самое интересное конечно когда вы в каждую точку потом помещаете но если это была например тупая часть моей кисточки в смысле палочки то теперь острием теперь я работаю острием и в каждую точечку я помещаю точечку уже с помощью острия и вот тут как раз будет и видно если густоты не совпадают ничего не получится ребят надо сделать густоту но приблизительно где-то вот жидкий йогурт ну или густенькие сливки хотя бы вот слишком густой прям такой кремовый вариант из моего тюбика не подходит это сразу видно потому что касаясь такой вязкой красочкой она должна остаться и обволакивать предыдущую точечку поверх уже своим цветом если этого не происходит густота очень высокая вот сейчас я разобью этот маленький тюбик мой густенький вот все разбил чуть-чуть снова захватываю эту красочку теперь все хорошо теперь каждый в каждой точке моей красненькой появляется маленькая точка беленькая чем хороша такая роспись ребят вам проще будет сосредоточиться на том кому вы это будете вручать вам проще немножко побыть в размышлениях в чувствованиях о любви благодарности которые вы запускаете с помощью наших простых действий и отправляете их в мир вот и прям можно с мыслями о любви благодарности если получится с чувствами ребят это вообще высший пилотаж но хотя бы с мыслями это уже будет что-то уже будет сильно уже будет довольно такая хорошая система нашего послания а тут например просто точечки например лучиками лучиками из центра совсем маленький знак внимания совсем такой вот легенький простенький просто послать любовь и благодарность вот собирающийся вот из какого-то центра во все стороны такими лучиками здесь особо такого ничего даже и сложного то нету вот если подобрать густоту такую вот прямо чтобы сливки были густенькие ребята уже даже палочкой можно даже размерами играть немножко острием это даже не кисточка это все помогло бамбуковая палочка вот такая розетка импульсная импульсная розетка с посылкой такой вот маленькой такой вот камушек идея вам будет такого а вот другие камушки но немножечко сейчас поиграю вот с этим попробуем вот тут я сейчас предлагаю вам еще одну идею для нее конечно нужно будет тонкая кисточка и какая-нибудь может быть еще похожая тонкая кисточка даже если это будет 1 2 номер 1 3 номер одна кисточка будет краска накладывательная вторая кисточка будет краска размазывающая то есть одной мы нанесем краску а второй кисточкой тут же размажем сливки можно использовать те же самые густенькие вот по краешку например я сейчас на нашу белую красочку по самому краю и тут же 2 кисточкой чистой помытой и лишенный капелек воды я тут же ее растушевываю вовнутрь вот разбилил немножечко так со всех сторон вот этого граненого фрагменте к тоже краешек и тут же его немножечко слегка 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 во внутрь у вас будет такая легкий намек на огранку может быть даже получится сделать растушевку той самой кисточкой если понемножку брать краски вот который вы взяли краску вот той и растушевать иногда получается но если не получается растушевать ребята 2 кисточка вам в помощь чистая без всего тоже с любовью и благодарностью посылаем такое вот постепенное рождение кристалла плавненько такое вот сначала по периметру обыграем вот теперь в каком-то месте я предлагаю взять вам центр центр одну точку люб в любом абсолютно поставить не обязательно прям строго по центру где-нибудь . появилась сразу же в эту точку тонкими линиями полетели из каждого вашего уголка до потонкой такой граньки причем где-то у вас они будут такие яркие беленькие я предлагаю только один раз белую краску взять и потом вот эти линии все формировать формировать и в какой-то момент вы увидите что у вас какие-то линии будут но не такие яркие как вот первые там несколько линий какие-то линии начнут даже немножко гаснуть вот такой вот маленький элемент а дальше ребят принцип вот этого товарища только здесь все это мягко кругленько а здесь я предлагаю вам ну не так мягко не так кругленько выберите самые яркие там пару гранек вот сделайте прям внутри этих гранек ну хотя бы у одной граньки такой яркий беленький элемент в самой верхней части чтобы он прям наверх у вас приходил приходился вниз его легонечко 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 растушуете осторожненько так плавненько 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 чтобы такой именно был такой легкий к верху чтобы он у вас немножечко получается к макушке немножко становился более ярким вот где-то можно так еще рядышком слегка тоже так какую-то сторону чуть-чуть например так слегка высветлить и тут же и растушевать но по гранькам плавненько исчезла какая-то еще одна из сторон это вот я сейчас изобразил вот это вот это вот местечко это вот этот блик вот как вот этот яркий блик точно так же я вот этот сделал и внутри можно сделать отсвет напротив этого блика там внутри уже выбрать противоположную сторону уже непосредственно нашего этого кристаллика и там внутри только внутри граник тоже закрашиваем полностью всю там территорию до серединке и потом ее растушевываем вот будет как бы такой тоже намек на светящуюся зону там внутри вот такая вот имитация какого-то камушка на картонке но сразу ребят скажу здесь имитация была на толстом картончике довольно довольно толстенький такой картон почти что 2 миллиметра я даже немножко с трудом его так нарезал вот но с другой стороны вот тут толстенькие чем хорош его не коробит на тонком это можно сделать но его будет выгибать само собой его будет выгибать немножко чуть-чуть поэтому потом его надо будет разогнуть слегка вот можно будет конечно аккуратнее в каких-то местах сделать маленькие такие блестки такие намеки такие ну как бы там слегка маленькие микроблики балуются хулиганит но не очень много их формируйте ребят чересчур много не надо случайные нежданчики могут быть и тут вот такая вот дейка тоже росписи хулиганская можно сделать шустренький такой быстренький элемент просто граньки сделать более яркими слегка-слегка кверху их растушевать вот какую-то граньку можно сделать самой светлой остальные так слегка-слегка разбрасывать такие тоже маленькие элементики знаков внимания ребят это вот именно все знаки внимания чем и характерны все подарки которые мы формируем и дарим это именно знак внимания купленный ли он самодельный ли он ребят любой купленный можно дополнительно усилить какими-то своими добавочками даже та же открытка изготовленная самостоятельно руками какому-то варианту же купленному она конечно усиливает многократно душевный поток душевную импульс тепла вот тоже вот такая вот веточку меня отдельно еще есть тоже открыточка но это именно как открыточка то есть прям такая вот можно что-то такое подписать и дополнительно сделать вот такой вот элемент необычный вот как бы просто это не выглядело ребят помните что все таки культура воспитывания переноса наших чувств с помощью таких символов элементов это гораздо выше чем даже вот может быть сам подарок вот подарок всего лишь символ нашего отношения наших чувств и чувства прежде всего мы делаем когда вот ну какое-то время пребываем с мыслями и чувствами о том человеке которому собираемся сделать дар это такая древняя технология пока еще не утраченная на этом и потихонечку завершаем ребят если есть какие-то вопросы я готов ответить кисточки помните что вот так вот бросать нельзя как я тут одну положил лучше в воду а потом теплой водой с мылом их ополоснуть раза два вот потом аккуратненько не выжимая пропитать и какой-нибудь сухой тряпочкой чтобы они влагу свою убрали и тогда вот им будет комфортно и приятно жить долго и счастливо вот если есть какие-то вопросы готов поделиться ответить мало ли вдруг микрофончике вы можете включать ребят если что скажите пожалуйста вот вопрос воинник при грунтовке померных вот некоторых изделий начался немножко подниматься видимо надо может быть прошкурить но тогда вопрос когда шкурить после первого слоя грунтовки или после того как уже все будет сделано пропустил саму проблему суть подниматься что-то стало выгибаться имеется виду ворс начал подниматься на деревянных заготовках а ворс ворс деревянный ну вообще я такую штучку если вот ее конечно заранее если такое приду как бы так предотвращать лучше конечно есть вот эти вот пропитки строительные акриловые это тоже акрил вот очень стены пропитывают строители это акриловая жидкость разведенная именно лак акриловый на воде вот лучше ей прокрыть деревяшечку а потом эту деревяшечку она засохнет полностью немножко шкурануть тогда вот действительно будет уже гладкая поверхность можно иногда даже взять лак для картин акриловый развести его с водой приблизительно где-то так один к одному и вот этой жидкостью немножко сделать пропиточку чтобы была вот именно и глубокая пропиткой в то же время когда она засохнет будет хорошая корка и все что поднимется там все эти чешуйки древесные они легко счищаются наждачкой бывает такое иногда да некоторые структуры дерева бывает если ее грубой наждачкой шлифовали то чешуйки могут подняться древесные леповать тогда уже тонкой да 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 лучше тонненько конечно дмитрий пенополистиролом шариком его можно тоже закрасить тоже чем-нибудь посыпать там да нет полистирол не обязательно но только если фон какой-то нужен допустим если фон не устраивает который там вот у шарика его можно окрасить но еще раз повторюсь лучше одеть перчатки хотя бы такие простенькие одноразовые и в перчатках его даже можно прям руками и покрасить кстати вот чтобы он весь высох без прикосновения к пальчикам перед этим лучше его протереть ну чем-то либо спиртосодержащим либо мы мылом помыть чтобы исключить любые возможности микрожировой пленки на пластике то же самое касается стекла а то бывает жалко так вот со стекла все сходит от того что просто стекло не обезжирена пластик то же самое конечно шершавый пластик его приятнее расписывать его проще расписывать чем абсолютно гладкий но гладкий тоже можно потихонечку если он не будет ни обо что там взаимодействовать то все будет хорошо вот ребят если вопросов нету то тогда мы завершаем вот желаю всем прекрасного вечера прекрасного рождества наступающего справляет рождество по такому календарю кто по такому все равно всем прекрасного рождества праздник великолепный очень добрый семейный спасибо спасибо гали привет поздравление гала привет поздравление спасибо спасибо димитрий большое праздника хорошего пока пока